Добрый день, уважаемые коллеги! Думаю, очень необычно для всех поступать в таком формате. Хочется надеяться, что в следующем году будет возможность встретиться вновь в Санкт-Петербурге и насладиться общением друг с другом. Как говорил Аристотель, наслаждение общением – главный признак дружбы. Хочу представить диагностику и лечение гепатотервлярной карциномы в Армении. По данным ВОЗ, в 2018 году заболеваемость гепатотервлярной карциномы во всем мире составила 4,7% и занимает 6 место среди других онкопатологий. Смертность составляет 8,2%. Самые высокие показатели заболеваемости гепатотервлярной карциномы в Восточной Азии далее исследуют Северная Африка и Юго-Восточная Азия. Уровень заболеваемости Северной Америки – 6,6 на 100 тысяч населения и 5,3 – в Западной Европе. На данном слайде можно увидеть, что за последние годы уровень заболеваемости и смертности по гепатотервлярной карциномы в Армении понизился. Уровень заболеваемости по сравнению с 2015 года уменьшился на 66% и уровень смертности на 60%. Правда ли это? Я думаю, что причинами таких низких показателей вероятнее всего отсутствие канцерегистра в Республике Армения и как следствие статистические погрешности, так как число заболевших гепатитом С в стране увеличилось. Алгоритм диагностики гепатотервлярной карциномы, УЗИ, КТ с контрастированием, МРТ, лабораторные тесты, функционная биопсия при необходимости и патоморфология. Мульсидисциплинарный подход к каждому пациенту. Наша команда – онколог, хирург, интервенционный радиолог, гепатолог и патоморфолог. Наиболее удачной считается барселонская система стадирования. В данной системе учитывается степень распространенности процесса, функциональное состояние печени и функциональное состояние самого пациента. В зависимости от показателей, данная система рекомендует оптимальные лечебные стратегии и соответствующий прогноз. На сегодняшний день с золотым стандартом в решении вопроса о трансплантации печени считаются миланские критерии. В Армении трансплантация печени находится в стадии развития. Таким образом, все те больные, которые считаются неоперабельными, являются кандидатами на блокорегионального лечения или системную терапию, а также их включают в различные травы. Методы лечения интервенционной радиологии – это радиочастотная абляция, этаноловая абляция, микроволновая абляция, криодеструкция и внутриардеральная химинобализация. У нас в Армении доступные методы радиочастотной абляция, этаноловая и внутриардеральная химинобализация. Хочу показать несколько слайдов локорегионального лечения в Армении Вольной 50 лет, у больного вирусный гепатит, фиброз печени, гепатоцеллюлярная карцинома Метод лечения через кожные этаноловые абляции, произведено 4 сеанса, потом после ЧА принимал 3 месяца сарафини Безрецидивное наблюдение 2 года Вот здесь КТ до ЧА Процесс ЧА Вот здесь очень показательно И смотрим, как делают абляцию И КТ после ЧА Следующий кейс – комбинированный метод лечения Больной 63 года, вирусный гепатит, гепатоцеллюлярная карцинома Здесь методы лечения – трансартериальная химиямболизация и плюс радиочастотная абляция КТ во время РЧА И КТ после процедуры Третий кейс – химиямболизация КТ до эмболизация КТ до эмболизации и после И четвертый кейс – здесь молодая патентка, 24 года, с гепатитом С и гепатоцеллюлярной карциномы Ну, довольно большая опухоль здесь КТ до процедуры И после химиямболизации Как системную терапию Терапия первой линии В основном употребляем таргетные препараты Сорафиниб, Гемботиниб Как опции второй линии Следующие препараты Рамуцирумаб, Регорафиниб, Неволумаб или Бемборизумаб Хочу пару слов сказать о наиболее актуальных исследованиях на сегодняшний день Международное рандомизированное исследование CheckMate Где сравнивается иммунотерапия Неволумабом Против Сорафинибом И предварительные результаты исследования показали Преимущество общей и безрецидивной выживаемости в группе Неволумаба Рандомизированное исследование Эмбреев-150 Где в первой линии назначают Атезолизумаб плюс Беботизумаб против Сорафиниб Результаты исследования показали Преимущество схемы Атезолизумаб плюс Беботизумаб Где общая выживаемость составила 67% И безрецидивная выживаемость тоже выше Системная терапия в Армении В основном у 58% больных Мы назначаем Сорафиниб, Лимботиниб Иммунотерапию получают всего лишь 5-6% больных Так как очень дорогостоящие лечения И не все могут себе позволить получать иммунотерапию Только симптоматическую терапию получают 36% больных Это те больные, которые очень поздно обращались к нам Прогнозы заболевания все еще остаются неутешительными У пациентов с локализованной формой заболевания Пятилетная выживаемость составляет 32% И отдаленными метастазами всего лишь 2,4% Продолжительность выживаемости во многом зависит от степени цирроза печени Пациенты с циррозом имеют более короткую выживаемость И более ограниченные терапевтические возможности Как видите, вопрос о ранней диагностике является особо актуальным Наша Армения говорит Дилиджан Всех приглашаю Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok